Подведем итоги года. Медиатренды 2017, так как их оценивают участники медиасообщества. И поможет подводить итоги нам Алла Шарко. Добрый вечер. Эта часть на самом деле будет совсем не скучной. Она будет очень быстрой. И потом мы снова будем разыгрывать, веселиться. Ну а сейчас мы все-таки, как и многие организации, хотели, конечно, подвести итоги. Ну а какие итоги может подвести пресс-клуб? Естественно, это медиатренды этого года. Вы сами знаете, насколько все, в общем, меняется. И с каждым годом эти изменения происходят все более активно и более насыщенной становится жизнь. И я хотела бы озвучить все эти медиатренды не совсем от лица пресс-клуба. Мы пригласили экспертов, которые со стороны несколько оценили ситуацию на медиарынке и вообще в медиа в нашей стране в этом году. И мы начинаем. Тренд номер один. Происходит переформатирование информационного рынка. Я приглашаю сюда Ирину Виданову, соучредителя и издателя CityDoc. Добрый вечер. На самом деле, это фактически клатерия, потому что я не знаю, как будут выглядеть слайды. И не совсем знаю, какими будут тренды. Это было по принципу, приходите до нас на встречу, поразглавляем про разные тренды, а после, а вы будете презентовать вот это. Так что пресс-клуб, дякую за запрошение. И попробуем сейчас разом это сделать. Да, и по кольке принцип запрошения для презентации был такой, как человек был не заангажеванный у ту участку тренда, про яку он рассказывает, тому я буду презентовать региональные тренды. И мяча с описа, а ке выдаются выключено у Менску. Что зауважили эксперты, гэта тое, што саправды, гэта уже тренд, який идея с попереднень гадоли в гэтом годзе он стал саправды зауважным, и гэта бачна на личбах, што региональные новиновые онлайн-медия являются лидерами не усе, а ле на многие на своих региональных рынках, и там саправды з ими нема кому бадаться, и они вельми так упэлненно займают свои регионы, пашираются. Некаторы из них выходят на іншые областные городы, а не которые пашираются у межах своего региона, и гэта саправды бачны, зауважны, адзначны уже не толькі меды с упольнастю, а ле и бизнесу с упольнастю тренд, який, я спадзеюся, будзе протягувацца и ў наступном годзе. Больш затое, некаторы региональные меды займают ведучые позиции ў национальных рейтингах, и аудиторы некаторых з ях, напрыклад, былых сильных новостей Гомеля, а тепер гэта Гомель Тудэй, конкуруе ў тым ліку із национальными выданнями. Ешэ адным трэндам, які ў региональным саптрэндзе, які азначылі фактична усе эксперты, гэта тое, што ў гэтым годзе зауважна региональные выданні стали ўплываць ў сілу розных абставінаў на национальну інформаційную павеску. Я думаю, што самым ярким, хоч і вельмі сумным прыкладам зяляюцца гэсторія со смерцю Александра Коржича ў Пічах, якая зявілася на Медея Палесе, і пасля Медея Палесе был тым ресурсам, які першым взял інтервью ў Маті Коржича. Атуль гэта гэсторія пайшла і саправду скалыхнула ўсю медыю сапольнасць. І гэта таксама можна було приводяць іншыя прыклада, але мы спаніліся на гэтам паколькі это саправды тое, што ўсё ёшэ на слэху, на памяті і на паўна пероядзе з нами ў наступны год таксама. І мы таксама бачым, і тут ўже я прям, як сі ці дох, пачынаю плясаць радасную песінку, вспіваць і таншыць, гэта такі своясаблівы бум нішевых гарадскіх інтернет-ресурсів. Не ўсі яны зявіліся ў гэтым годзе, які зявіліся раней, але ў гэтым годзе яны просто іх стало зауважна більш, яны актывны, яны зяяляюцца ў розных гарадах. Мы бачым, як розны темы грацкі гуляюць, яны падымаюць вельмі важны і громадскопалітычны, і соціальны, і урбаністычны темы. І таксама спадіямся, што гэта толькі пачатак гэтага весёлага і цікавага трэнда. Дзякуй. Ірына, дзякуй, вялікі. Я хачу адзнашыць, што насамрэч гэтый трэнд працтавляй ірына, і сітідох, так як гэтый портал, які дає розныя добрые саветы. Направо і налево, так. І, канешна, прядыдущий трэнд, с маеї личній точкі зрэння, он звязан з тем, што все-таки люди стали чому-то учиться, да? Они стали узнавать что-то новое. І вот этот трэнд обучення медіа-менеджменту, который действительно... Безумно для мене радостний, да, трэнд. Ви вже догадались, що його представляю я. Дело в тому, що очень довго ми мечтали о том, чтобы... То есть, це було дуже очевидно нужно этому ринку, но очень довго нічого этого ми не могли получить на ринке. Учили журналистів, учили журналистів інтерв'ю, репортажам і всьому прочому, але почему-то упорно не учили медіа-менеджерів. Я уверена на 100%, що якщо б в начале 90-х, коли ми с нуля почали робити независимі медіа Беларусі, якщо б тогда учили не тільки журналистів, але й менеджерів, то я уверена, що за те време, яке нам було дано для росту, напомню, це було дуже коротке време, буквально 5-6 років, потім вже почалися сложності, але ми б виросли більше, і ми б були сильніє. В общем, в цьому році у нас просто взрыв на цьому ринку, аж три школи, може бути, це даже слегка чересчур, але, тим не мене, три школи, у вас є вибор, і це все прекрасні школи, це медіа школа ІББ, школа медіа менеджмента Беларусської ассоційи журналистів, і ми, як пресс-клуб, тож в цьому поучаствували, в рамках ремедиа, у нас була школа цифрових лідерів, то є лідерів цифрових медіа. Дуже хочеться, щоб це було не разовий всплеск, а щоб це стало такою пістоянною тенденцією, щоб ми могли учиться всім новим тенденциям медіа менеджмента, щоб ринок у нас розвивався, і ми вместе с ним. Спасибо. Спасибо, Юлия. Ну і, конечно, в настоящее время медіа идут і к своїй аудиторії, яким образом вони ідут. Пришла, і розкажет Йенна Мельникова, рідактор медіакритики і головний рідактор «Зеленого портала». Добрый вечір всім. Я присоединяюсь к Ірине. Історія була именно така. Нас назначили і сказали, ну, ви вот расскажете, як все це є. Я, честно говоря... Перед цим було длительне обсуждення. Там все було складно. Я, честно говоря... Да, у мене тільки один слайд, все буде дуже швидше. На самом деле, ми назвали це «Медиа идут к людям», тому що на самом деле последній год, то, що ми виділи, що действительно случила ситуація, при якій гора пошла к Магомеду. То есть, якщо до цього медіа все-таки ждали, когда к ним придуть посетители, то сейчас ситуація змінилась, і змінилась она доволіно кардинальним способом, як нам показалось. Два года назад Медиакритика писала інтерв'ю з бывшим редактором московської афиши, і тогда він дуже сміло позволював себе предположити, що в скорому часі ми будем читати новости в месенджерах і часах. І це случилось. Хто такий байкер, я не знаю. У мене нету цих контактів, то, що називається екраном блокіровки. ДАЖЕ КОДА ЧЕЛОВЕК ВОБЩЕ-ТО НЕ СОБИРАЛСЯ ПОЛУЧАТЬ НОВОСТИ, ОНИ К НАМ ПРИХОДЯТЬ. Я САМА СОВСЕМ НЕДАВНО ПОДКЛЮЧИЛАСЬ К СЕЛЕГРАМУ, І Я НЕМНОШКО В ШОКЕ, ЧЕСТНО ГОВОРЯ. ПОТОМУ ЧТО РАНЬШЕ Я ПРЕСТАВЛЯЛАТЬ СЕБЯ ТАКИМ ОБРАЗМОМ. Я РЕШАЮ, ЧТО Я ХОЧУ ЧИТАТЬ, А ЧТО НЕТ. А СЕЙЧАС МЕНЯ НАХОДИТ РАЗНЫЕ МЕДИА, ОНИ РЕШАЮТ, ЧТО Я ИХ ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ, И КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОНИ МНЕ ЧТО-ТО РАССКАЗЫВАЕТ. И ЛАДНО, ТОЛЬКО БЫ МЕДИА. ТАМ ЕСТЬ КАКИЕ-ТО ЮРИСТЫ, ТАМ ЕСТЬ КАКИЕ-ТО, НУЖЕ ПОНЯТНЫЕ МНЕ ПРАВОЗАЩИТНИКИ И ЗООЗАЩИТНИКИ, НО ЭТИ ЛЮДИ ПРИНОСИТ МНЕ ЕЖЕДНЕВНО НА ТАРЕЛОЧКЕ ТУ ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРУЮ Я ВОБЩЕМ-ТО НЕ ЗАКАЗЫВАЛА, НО В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ Я ЕЮ ПОТРЕБЛЯЮ. НУ И ВТОРАЯ ЧАСТЬ ДИВЕРСИФИКАЦИИ КАНАЛОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ЭКСПЕРТЫ СОГЛАСИЛИСЬ, КРОМЕ МЕССЕНДЖЕРОВ, ЭТО ЕЩЕ ИСТОРИЯ ПРО ПУШ-СОООБЩЕНИЯ. КАК НЕ СТРАННО И КАК НЕ УДИВИТЕЛНО ВНОВЬ ДЛЯ МЕНЯ ЛИЧНО, ПОТОМУ ЧТО Я ЧАЩЕ ВСЕГО ГОВОРЮ НЕТ, КОГДА МНЕ ПРЕДЛАГАЮТ ПРИСЫЛАТЬ НОВОСТИ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ОЧЕНЬ МНОГИ КОЛЕГИ И В РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕДИАХ В ТОМ ЧИСЛЕ признаются, что ПУШ-сообщения действительно играют очень важную роль для коммуникации с местными сообществами. Тот же Барановичский Интэкспресс постоянно рассказывает о том, что значительная часть их аудитории получает информацию именно таким способом и очень за это благодарна. Вот такой тренд этого года. Спасибо, Янина. Ну а каким образом все-таки медиа ловят нас и заставляют нас подписываться и смотреть, вот расскажет нам Антон Суряпин, заместитель главного редактора медиакритики. Антон, новые форматы технологии. Твоя тема. Добрый день или вечер. Я хотел рассказать про стримы, дроны и тесты. Это не совсем тренды, что-то может быть чуть-чуть уже антитренд отмирает. И начнем со стримов. Что было со стримами в этом году? Они выстрелили. Почему они выстрелили? Потому что у людей появился экспон. Люди могут смотреть, люди могут себе позволить потоковое видео в интернете, которое они отбирают у них канал, на то, чтобы там параллельно еще работать. Раньше при Азиасел такое было, грубо говоря, невозможно. Вот. Выстрелили стримы. Мы видим на слайде, в какой день. И здесь у нас скриншот 34 магнет. Сколько людей просмотрели стримы со дня воли и на следующий день. Цифры впечатляют. Раньше такого, насколько мне известно, в Беларуси просто никогда не было. Еще одна особенность стримов. Стримами массово пользуются люди. Обыкновенные, простые люди, которые никак не связаны с медиа. Но на основании этих стримов у медиа появляется контент. Мы вспоминаем, например, инфоповод про то, что в Беларуси начали штрафовать, когда жительница Орши вела стрим из питомника для собак. И потом на основании этого стрима ей дали штраф, по-моему, 20 базовых величин. И это стало инфоповодом для республиканских медиа. Также было в прямом эфире задержание Измисия Радашкевича тоже это было. Национальный уровень приняло. И дальше. Теперь, продолжая мысль Ирины, стримы, а, дроны. Это у нас уже дроны пошли, но и стримы тоже, они приходят в регионы. Теперь переходим к дронам. Это скриншот страницы слудского инфокурьера. И мы видим, что здесь действительно уже редакция обзавелась. Я сам видел этот DJI Phantom. Летают, используют, людям нравится. То есть, если вы национальная медиа, которая не имеет дрона, надо задуматься, потому что в региональных медиа, да, в Слуцке есть, и в некоторых других медиа уже есть. И тут мы видим про тесты. С одной стороны, тесты также приходят в регионы и появляются там, где их вообще никогда в жизни не было. Это одновременно и сайт CryBy, и наш край, это барановичи. Зеленый портал, тесты появились. Они пользуются такой популярностью. И в регионах, где аудитория неискушенная, которая не считает сети ДОК, который делает тесты с 2014 года, им это интересно. И вот я общался тоже со Слуцком. В Слуцке у нас начали делать тесты. И это довольно интересно их аудитории. Люди это смотрят. Мы сейчас говорили о тестах, об интерактиве, это то, что любят медиа, но любят это не только медиа, но любят и маркетологи, и реклама. Вот этот тренд номер пять, поход медиа на рынок. Его должна была озвучивать не я. Это должен был быть маркетинг-бай. Но, увы, случилось, чрезвычайные обстоятельства случились, и поэтому придется мне. Ну, я скажу приятное. Рынок начал расти. Начал расти рекламный рынок. Вы видите, цифры первого полугодия с 2017 года были на 40% больше по сравнению с первым полугодием 2016. 40% — это очень хороший рост. Посмотрим цифры по итогу года, увидим, что будет. И посмотрите, есть абсолютные цифры в миллионах долларов. 6 миллионов долларов больше даже. Это тоже затраты на медийную онлайн-рекламу. Это прекрасная новость. И мы смотрим дальше. Ребята отметили, что было драйверами роста в этом году. Тоже, понимаете, не открываем Америку. Мне очень приятно, что все эти тренды, которые мы сегодня озвучивали, это все мировые тренды. Мы вообще уже практически даже и не отстаем от мира. Если раньше разрыв был иногда в 10 лет, иногда в 5, он стремительно сокращается. Вот просто имеем это в виду. Итак, нативная реклама и спецпроекты, креативные форматы баннеров, внимание, видеореклама, реклама в мобильниках, ну и классическая медийка в рекламных сетях. Это тоже никуда не ушло. Это то именно, что дало самый рост. То, что росло и не падало. Ну и есть данные от Тутбая, у которого мобайл победил десктоп. Тоже абсолютно мировой тренд. Посмотрите, что происходит у вас в ваших редакциях. Но вот это та реальность, в которой мы живем. Конечно, рост интереса к нишевым проектам. То есть падение интереса к общенациональной, с общей, размытой аудиторией. И рост интереса к проектам, у которых четкая целевка. Неважно, по какому принципу, по географии, по специализации, но четкая целевка. Чем более узкая и четко видная и хорошо проданная целевая группа, тем больше интерес к такому проекту. И еще один тренд — это метрики. Все больше внимания уделяется метрикам, заказчикам, и поэтому это становится важнее и важнее для редакции. И меряют уже не только аудиторию сайта. Те, кто продолжает мерить исключительно аудиторию сайтов, это уже, ребята, вчерашний день. Сегодня надо уметь мерить и продавать всю аудиторию. А она, как известно, не только на сайте. Только что мы смотрели тренд про проход медиа к своим читателям, на все платформы, на которые читают. Спасибо. Следующий тренд. Ну, этот тренд... Мы долго спорили его включать или не включать этот тренд. Да, вызвал очень ожесточенные споры в рабочей группе медиаэкспертов. И на самом деле я очень рада, что его представляет сегодня Александр Королевич, координатор проекта 34mag.net. И, конечно, это актуализация в медиагендерной тематике. И, ну, правда, не говорить об этом, наверное, странной сегодня. Да, спасибо. Я очень удивлен, узнав, что, оказывается, хотели не включать. Я бы очень расстроился. Но, тем не менее, да, медиа начинает использовать гендерно-чувствительный язык. И вообще писать о темах, связанные с гендерной идентичностью, достаточно широко и смело. Ну, широко и смело в том плане, что пытаются самые разные темы поднимать. К сожалению, смелость иногда оборачивается фейлами, и у некоторых получается не очень хорошо. В частности, конкретно, если мы говорим о феминитивах, то, наверное, феминитивы бомбанули больше, чем задача их использования. Использование фейлами как некоторое создание видимости проблемы привело к очень бурному обсуждению на разных площадках, на разных медиа, что это такое и зачем нам это надо. Ну, я просто хотел бы отметить, да, быстро, ну, еще в предыдущем, да, что CityDoc тут, конечно, очень клево все это использует. Мы говорим, когда феминитивы, мы имеем в виду те феминитивы, которые еще не совсем устоялись речи, да. Некоторые очень сильно чураются этого всего. Ку-ку, например, то есть там все как бы зачем нам это надо. Ну, ладно. Дальше. И самое интересное, вот когда мы обсуждали, Александр действительно отметил, что, ну, самые разные порталы начинают использовать феминитивы. Ну, к сожалению, белорусскоязычные, ну, казалось бы, да, белорусский язык очень хорошо может употреблять феминитивы. Белорусскоязычные, ну, в силу немножко такой, немножко правой, что ли, да, повестки иногда сторонятся это использовать. Вот. Медиа поддерживает гражданские компании против сексизма и объективации в рекламе. Ну, это стартануло еще в декабре 2016 года, но, конечно же, больше всего обсуждалось в 2017 году, включая там по март, эта вся история с Марк Формель. Было тоже, конечно, приятно видеть, что медиа, в общем, ну, как бы освещали это. Опять-таки, все освещали по-разному. Например, когда 4-го полмарта Марк Формель как бы выставил своих этих токсичных мужиков, значит, фотографироваться в каком-то торговом центре, пришли люди выразить свой протест против этого. И, по-моему, онлайнер сделал, типа, материал, протест против, там, сексистской рекламы и так далее. И там 90 фотографий этих мужиков и только там 2-3 фотографии непосредственно протестующих, да. Ну, то есть все, конечно, открыли на протесты, а потом залипали вот на то, против чего протестовали. Поэтому это, скорее бы, возвращаясь к тому, да, что эти темы появляются, но насколько с ними умело как бы еще обращаются, это большой вопрос. И про язык вражды, да? Да, и про язык вражды, ну, там еще и спутник привел, что спутник пошел еще дальше. Он как бы предложил посмотреть на другие сексистские ролики в рекламе, чтобы как бы уже совсем стало всем плохо, да, закрепить, да. Вот. И третий тренд связан с исследованием, использованием и появлением языка вражды в белорусских медиа. Но, опять-таки, исследование не старого, да, она проводится уже очень много лет, но, скорее, интересно то, как реагируют, реагируют медиа на то, что их отмечают в этом исследовании. И тут, скорее, такой тренд, что, ну, как бы ничего не меняется, да, то есть там наша Нива снова удивляется, что у нее достаточно там, ну, не то, что бы высокий, но, в общем, имеется, да, некоторый рейтинг присутствия языка вражды за счет, там, цитирования Трампа, патриарха и прочее, прочее. Вот. Но, как бы, понимание того, что, в общем, язык вражды касается не только темы гендера, да, он касается и этнических вопросов, и этнической идентичности и прочее, прочее, это, к сожалению, еще, ну, требует разъяснения. Это был последний слайд. Спасибо большое, Александр.